На территории войсковой части, дислоцированной в селе Князеволконском, в среду вечером взорвалась бронемашина, в которую был загружен боекомплект. ЧП произошло в парке техники. БМП-2 стояло на площадке перед боксами. Взрыв, который слышал весь поселок, военные будто не заметили. Но на дорогах, которые ведут к воротам городка, тут же появились заслоны. Это военный объект. Где военный объект? Здесь ни шлагбаумов, никаких-то опознавательных знаков. Здесь просто проселочная дорога. Он стоит ниже. Но мы за знак заходить не будем. Мы за знак заходить не будем, мы дойдем до туда и все. Почему? Нельзя. Почему? Я не хочу. Это была главная военная тайна вечера. Несмотря на снующие по территории части пожарные машины и лихорадочное оживление личного состава. Дезинформация, один из военных приемов, применялась на поле едва цензурной брани, столь же блестяще, сколь и неуклюже. У вас плановые занятия, тренировка в связи с теракторами, которые происходят в Волгограде. А сегодня у вас плановые занятия? У нас плановые занятия, конечно. А БМП у вас сгорел в связи с плановыми занятиями? То, что у нас учение проходит, то, что учение, это не означает, что БМП горит. Возможно, военную тайну о небоевой утрате боевой гусеничной единицы руководству части удалось бы сохранить. Однако за периметр мотострелкового забора просочились фотографии места ЧП. Их всего три, но они дают представление о том, что случилось. 14-тонную БМП-2 попросту разорвало в клочья. В клубах пара виден полностью разрушенный корпус, оторванные опорные катки, сама гусеница валяется в стороне, разорванная на части. При взрыве получила повреждение и соседняя бронемашина. Ее удалось потушить и спасти. Сила детонации была такой, что и в километре от забора части мирные жители ощутили себя участниками военных действий. Да были дома. Вот заходило вот так все ходуном. А много их было, вот этих вот хлопков. Один раз вот бабах вот так вот взорвалось и все. Другая жительница села даже понесла убытки. У нее вышибло стекла в окне. У нас стекла выбило. Взрыв как будто бы. Один или несколько? Нет, был один. Мы потом сидели и ожидали еще. У нас это каждое периодически все время. Это воинское счастье у вас рядом находится? Добиться каких-либо официальных комментариев от военных чинов оказалось невозможно. Броня крепка. Солдатская же молва более понятна и менее контролируема. Из неофициальных источников стало известно следующее. ЧП случилось при попытке запуска двигателя БМП. В зимних условиях дизель полагается предварительно разогреть. Для этого в бронемашине имеется предпусковой котел, известный своей капризностью. Установлен он неподалеку от башенки, где хранится боезапас. Запустить его по инструкции получается далеко не всегда. Приходится частично разбирать из-за проблем с распыляющей топливо форсункой. По всей видимости, произошел нештатный поджиг, растекание горючего с распространением пожара на боевое отделение. Какое количество боеприпасов находилось внутри, сказать трудно. При полной загрузке в БМП-2 хранится 500 снарядов к автоматической 30-мм пушке и 2000 патронов к пулемету Калашникова. Полагающиеся четыре противотанковых ракеты вряд ли были на борту. Информации о пострадавших в результате детонации боекомплекта нет. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.